Ты сказал в одном из интервью со своим тренером, что я размажу Пётра Яна. Пётр Ян, Сихуда, Шона Мэйли. Всех надо размазать. Скажи, пожалуйста, на данный момент сейчас в России поп-ммэй по просмотрам вообще пробивает. Можно сказать, у них больше просмотров, чем у традиционного ммэй. Ты смотришь поп-ммэй вообще? Нет, я поп-ммэй не смотрю. Почему? То есть в России это не нужно, да, ты считаешь? Марс, скажи, пожалуйста, это близкий мой человек, твой друг Салим Ухидинов. Он пропал, удалил свой Инстаграм, не отвечает на звонки. Ты не в курсе, где он вообще? Ты сказал в одном из интервью со своим тренером, что я размажу Пётра Яна. Пётр Ян, Сихуда, Шона Мэйли. Всех надо размазать. Я не говорил, что я размажу или у меня английского. Ну, мой английский не такой хороший, чтобы мне как-то баджет и слова подбирать. Я даже не думал, что это в интернете видит. И я говорил своему тренеру, что мне нужно будет их всех пройти, чтобы стать чемпионом. И как-то оскорбить или что-то у меня не было в номераниях. Но в любом случае я собираюсь пройти этот весь дивизион. Как бывает, через медные трубы, огонь, воду. И поэтому настроение серьезное. Лига, честно сказать, вообще она растет. С каждым турниром лучше и лучше. Я помню, когда я дрался в GFC и участвовать, это огромная разница. Я думаю, если в этом направлении она будет идти, она будет конкурировать многим другим организациям. А почему ты считаешь, что у нас сейчас разное? В чем вообще вот это разнообразие? Организация всегда будет. Ну, организация, как тебе сказать, то, что снимают так. Шоу, бойцы, всех подписали. Тогда не было ни у кого никто на контракте. Сейчас всех людей подписывают, бойцов подписывают, дают им контракт на 4 боя. Потом главные бои, что-то интересное. Ну, я думаю, вы сами тоже видите, что он растет. Скажи, пожалуйста, на данный момент сейчас в России поп-ММА по просмотрам вообще пробивает. Можно сказать, у них больше просмотров, чем у традиционного ММА. Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы все вернулось в свои русла, да, там, допустим, как было раньше? Ну, как тебе сказать, я думаю... Ты смотришь поп-ММА вообще? Нет, я поп-ММА не смотрю. Почему? Ну, у меня такой ответ, знаешь, какой. Ну, там больше вот это оскорбление, хайпа, вот этих там каких-то выступлений. Я не знаю, будут ли эти ребята все это делать. Но если они тоже будут, если, например, посадить всех в конференцию, и один другому будет кричаться одного зала в другой, ты там какой-то, этот будет бутылками раскидываться, именно здесь тоже тот же хайпой. И я думаю, причина того, что тут смотрят, вот именно вот это все. То есть в России это не нужно, да, ты считаешь? Я не знаю, что сказать. Там люди зарабатывают деньги, я не могу, там ребята дерутся, пробиваются, делают себя, семью кормят. Как мне сказать, что этого не надо? Поэтому каждый делает то, что он считает. Пускай зарабатывают деньги, пробиваются. Пояс чемпионов в месе Устерника. Ты считаешь его настоящим чемпионом? Фиктивным, да. Если ты говоришь именно заслужил ли он, забрал ли он пояс, нет. Он не забрал этот пояс. Петр допустил ошибку и ему подарили этот пояс. Вот когда прошло, по-моему, 5 дней после вот этой ситуации, когда бой закончился, Стерлик выложил фотографию с тобой. Я так понимаю, это в том числе для того, чтобы он немножко, ну, может быть, если было поменьше, да, и может быть, кого-то подлить. А правильно я понимаю, что эта фотография была сделана еще до боя? И вот выложил. А, это после? Это я травму получил до их боя, и я уже приходил на реабилитацию. Проверял у меня кресты, что именно порвано, что нужно сделать. Я его встретил как раз в разделке и пощучивал над ним. Ну, знаешь, в интернете и когда ты рядом с человеком, это всегда абсолютно разные личности. И позитивный, хороший парень. И что я еще сказать. Ты там комментарий оставил, что, типа, давай скорее возвращайся. Это для того, чтобы никто не подумал, что это какая-то специальная история была? Ну, знаешь, как сказать, ну, у меня нету такого отношения, вот, стерлинг молодец, а Петр там плохой, или Петр молодец, там, стерлинг. Это оба потенциальные соперники, например, если за чемпионский пояс придется подраться, ну, с любым я собираюсь драться. И поэтому такого особого отношения ни к одному из них нету. Конечно, в этом бою, например, я болел за Петра, потому что Хабиб завершил свою карьеру в России, не осталось в UFC пояса. Я думал, этот пояс хотя бы задержится. Но, надеюсь, в дальнейшем и 61, и 71, и 75, и 77. Надеюсь, все пояса соберутся у нас. А что по поводу реванша? Как ты думаешь, судя по первому бою, есть ли шанс у стерлинга оставить себя пояс, или вообще без шанса будет для туреяна победы? В любом случае, всегда человек выигрывает. Тут, ну, в большей процентности, это когда человек занимается, ну, тренируется больше. И у Петра, если пашет больше, и у стерлинга, если он пашет больше. Человек, который спит в зале, у него чаще бывает успех. Я думаю, кто... Ну, сказать так, по бою тоже. Петр, честно сказать, вообще удивил, ни разу не дал себя повалить. Сам валил. Ну, стилистический следующий бой тоже, я думаю, Петр. Если так врать, если ничего из навыков этот не приобретет, и этот будет улучшаться, я думаю, Петр. Я этот бой тоже думал, что Петр выиграет. Две недели назад ты отреагировал на реплику Хамзата Чимаева тем, что ты репостнул к себе в сториз поста Абубакара Нурмагомедова. Какая у тебя была? Ну, знаешь, как, такая медийная ситуация тоже. Я скажу, Усман скажет, и что этот скажет, что... Ну, ладно, я с Хамзатом даже какие-то отношения имеем, там, интернета, что-то я скажу, он скажу. Это все приобретают потом дальше. Потом какой-то молодой пацан пишет, оскорбляет меня, потом другой оскорбляет его. И вот это, чтобы вот этой возни, чтобы не было. Ну, мы промолчали. Не посчитали. Абубакар сказал, этого было достаточно. Ты сказал, что сейчас, когда Хабиб ушел, ты болел за Петра, что остался хоть один чемпион. А после этого ты сказал, что сейчас на подходе чемпионы из России в 65 и 70 килограммов. Ты имеешь в виду Ислам Махачеву и забитый? Да, я думаю, и забитый. Очень хорошо идет. Мавсарь Евлоев, но все победы ни разу не проиграл. А на что-то забито не знаю, вернется ли он. Но Ислам Махачев очень хорошо идет. Но по навыкам, вот сколько тренируется Ислам, посмотреть его статистику. Он тоже не соглашается с ним на бой, я не знаю почему. Но я думаю, в ближайший год-полтора он должен быть чемпион. Еще немного хотел спросить про реакции. У тебя бывает, ну, то есть видно, что ты, очевидно, следишь за какой-то новостной повесткой и периодически тоже высказываешься по тем или иным поводам. Последнее, это была ситуация с Лебединым озером. Вот почему ты считаешь нужным высказываться в этих ситуациях? Ну, знаешь, если никто не будет говорить, это станет нормой. А это не норма. Я не считаю, что в Дагестане парень ходит в Лебедином платье и танцует там. Я не знаю, как эти ребята на это смотрели. Но у каждого человека свое мнение, свое смотри... Ну, так сказать. Свое мнение. Любое вещь. И вот мое мнение, что вот я бы не одел бы это платье. И поэтому... Я так понимаю, ты просто хочешь, не знаю, сделать акцент на этой ситуации, чтобы люди услышали, там, куда-то относительно. Знаешь, я бы хотел сделать акцент на то, что родителям нужно следить за своими детьми, воспитывать их в духе традиционном, где есть честь, достоинство, где уважают женщин, где уважают старших, учителей. Что не смотри, вот сейчас ты смотришь, например, в Инстаграме, там учительницу побили, как-то оскорбили, старикам могут подколы сделать. Все это не подходит. И поэтому, если никто не будет об этом говорить, я не считаю себя там сверхпорядочным человеком, я не идеален, у меня есть ошибки. Но если ты не встаешь, когда заходит бабушка в автобусе, то тебя можно похоронить. Ты, может, живой и мертвый, с мертвым сердцем ходишь. А можно вам что-то задать? А есть ли кто-то в вашем месте, с кем вы хотели провести бой? Мне сперва нужно восстанавливать свое здоровье, а после я поделюсь со всеми. А можно как раз про здоровье? У тебя та же травма, что и у Хабиба, но Хабиб не был так зависим из ударов ногами, а для тебя это довольно важно. Боишься ли ты, что не будет получаться удары с разворота, хритики и так далее? И как сейчас вообще восстановление идет? Ну, есть ребята, которые уже оперировали эту связку, прошли через все это, я у них интересуюсь. Я говорю, как у вас восстановление, есть у вас страхи? Они говорят, в начале бывает, но это все проходит, и поэтому не переживай. Главное, я вот серьезно отнесись к реабилитации и пройти ее как баджи, как скажет там баджи профессионал. Много приходится делать всего на реабилитацию? Ну, каждый день хожу, посещаю практически каждый день, не пропускаю. Такого объема нет, но чуть нудная, длинная работа. Извини, последнее про это. Я знаю, что недавно боец UFC оперировал плечо, это стоило 10 тысяч евро, и оплачивал UFC. Сколько, если не секрет, стоила твоя операция, и тоже ли это было по страховке? Да, UFC оплачивал, ну сколько, что говорит, в любом случае UFC оплачивал. А в России делали? Да, я в России делал. Сейчас Ренат Фахреддинов, который должен скоро дебютировать UFC, говорит, что хоть дебюта никакого нет, но его уже 5 раз проверили на допинг за это время. Ты сейчас, когда на лечении, сколько было проверок? Вообще, часто тебя проверяют. У меня, я пропуск у меня был, они, оказывается, проходили, я забыл, забыл что, меня дома там не было, они стучались, и мне этот, флажок дали. А так они, да, часто проверяют. Марк, ты сейчас обоивался, что у тебя есть определенное отношение с Чимаевым, насколько я знаю, вы тренировались вместе по Лас-Вегасе, когда вы начали марта. Расскажи, что это были за отношения, то есть как у вас общение проходило и прочее еще? Ну, как обычно, бывает же, любой знакомый человек. Вот мы с тобой в зале увидимся, мы с тобой поздороваемся, пожмем руки. Примерно, у нас такие отношения, таких, так сказать, дружеских таких отношений, я не знаю. В зале бывал, здоровались, общались, вот так. Все, коллега, последний вопрос, пожалуйста. Да, можно? Марк, скажи, пожалуйста, это близкий мой человек, твой друг Салим Ухидинов. Он пропал, удалил свой Инстаграм, не отвечает на звонки. Ты не в курсе, где он вообще? Салим наш? Да. Даже не знаю, он уже в... Я знаю, он с Сан-Хуса переехал в Лас-Вегас, там тренировался, видел по Инстаграму, а так вот... Если-ка месяцев у него Инстаграм удален и не отвечает на звонки. Честно сказать, не знаю. Там можно спросить, узнать. Я могу тебе потом рассказать. Спасибо. Марк, можно еще... Первый раз ли ты в Казани, да, и как тебе город? Я второй раз, но в прошлый раз я не успел прогулять, в прошлый раз, когда здесь усмандрался, были тоже. Так, мне очень сильно понравился город, чистый, дороги такие широкие, там... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok